Почему мюзикл? Почему именно форму мюзикл выбрали именно для вашего концерта? Я в своей практике перепробовал очень много вариантов концертного выступления, так же, как и опера, и арберета, и джазовые концерты, и джаз-роковые концерты. Но судя по тому, что сегодня рынок сыщен, очень много мультивизионных программ, я поставил такую версию, что эту версию можно было послушать и посмотреть в сайт. Кроме того, что эта версия идет на трех языках, то есть на русском, есть на английском и на еврейском. С 17 кг. эта версия как раз с этой версией. Скажите, этот мюзикл можно будет представить не только в Израиле, может быть, его можно представить и в других странах? Разумеется. Это у нас главная цель. И я думаю, последний вопрос. Скажите, как сами участники этого спектакля готовятся к премьере? Какое настроение в коллективах? Они не просто готовятся. Они получают удовольствие даже от репетиции. Когда репетиции проходят, у нас это было, но они играют сами в себе роль. Играют в этом спектакле. Им нравится то, что они делают. Это очень важно. Я так понимаю, это традиционный эстрадо-симфонический состав получился? Сто процентов эстрадо-симфонический состав. И где предполагаются еще концерты, кроме аждота? Так как мы и в дотсе, мы начинаем первый какой-то пример, мы начинаем с эстрадо, а дальше по стране. И я хотел спросить, каким образом выстроилась программа? Какие песни? Вы упомянули, что это известные песни, неизвестные. Как вы выстраивали эту программу? Ну, так как сегодня есть интернет, и так есть очень много и наших знаний, мы сравнили то, что сегодня есть, как говорится, на первых строчках хей-парадов и на первых строчках сделаем педагогу. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего консульта, хорошего выступления. Сегодня гостим в студию Ашосте Викулы Дмитри и Дмитри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok